О чувствах я цинично препарировал свою любовь и привязанности, анализировал себя и избранниц, то притягивал, то напротив, отбрасывал, а когда ситуация вынуждала выбирать между чувствами и карьерой, я предпочитал второе. Всегда. Ну и конечно вы же понимаете, что само слово карьера, оно мое, другое. Где следующий шаг по этой лестнице, свежая песня или альбом, а каждая очередная должность, создание нового шоу или подготовка удивительного номера на предстоящей премии. Сначала я наивно рассчитывала сидеть на двух стульях, быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Юрия Шмельевича Айзеншписа, срочные концерты и репетиции, не дающие шанса на личное время. И так по кругу. Эти бесконечные компромиссы раз за разом выматывали все сильнее. Помню момент, когда все закончилось. Мы сидели на пляже в Сочи, когда, глядя на нее, понял, она устала. Отношения, построенные на потерпи, давай в следующий раз, и у меня работа, измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один, бросать либо музыку, либо ее. Придать первое означало придать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла. Моя бабушка всегда говорила, настоящей любви, дружбе, богатству ничего не угрожает, потому что все настоящее, духовное, а не материальное. Материя не властна над духом. А в авторитетах в начале пути, работая с Айзеншписом, доверял свою жизнь и карьеру ассистентам, продюсеру, ведь тогда я был еще только гостем в этой плоскости шоу-бизнеса. Теперь же все решения принимаю самостоятельно. Советуюсь и обсуждаю большие проекты с Яной Рудковской, а в остальном живу и работаю на полной автономии. Она друг и партнер, спутник моей планеты. Благодарен ей не меньше, чем Юрию Шмельевичу. Но я вырос, сформировался, разгорелся и теперь сам определяю орбиту своего пути. Замещение личности происходит постепенно. Сначала ты настоящий только тогда, когда возвращаешься домой. Там ты можешь быть честным, без масок и аватаров. А сцена, это любимая, но все же работа. Постепенно сосуд переливается, и твой дом становится довеском к реальной жизни на сцене, где ты искренне рассказываешь свою историю людям через музыку и образы. Не боюсь быть непонятым. Да, планета Билан, это совершенно другие ассоциации, оформление, технологии и язык. Но это все еще я, моя аудитория это чувствует. Четко осознаю, что такое хиты. Полностью перекроенные по звучанию песни, это как ушат холодной воды по мозгам. Ремиксы лишают якоря, который погружает тебя в собственную историю. Не собираюсь красть воспоминания у моих зрителей. О критике к комплиментам отношусь настороженно. Для меня это лишь мед в уши и не более. Похвала важна от мэтров, режиссеров, операторов. Они авторитеты, которых не обмануть модным костюмчиком и затяжным фальцетом. Но вот за критику я готов даже доплачивать. Она самый ценный фидбек, вызывающий какой-то спортивный интерес, адреналин. В диссонансе, в толкновении больше энергии, чем в поглаживании по голове. Там, где самокритика, выжженное поле. Когда я недоволен собой, никакой провал уже не ранит и ни одна победа не утешит. Самое страшное, погнаться за общественным нравится и дать растащить себя на куски. Единственный способ уцелеть, это остаться одному. Выставить щит и не пускать никого, кто пришел наводить свой порядок в твоем идеальном хаосе. Я не обращаюсь за помощью и предпочитаю, чтобы меня тоже не просили. Конечно, речь не о близких, ради них я готов на все. Но мне не нужна поддержка, на которую я потом буду опираться вечно. И не хочу подсаживать других на иглу, тогда люди перестают надеяться на себя. Это даже не эгоизм в привычном понимании. Эгоизм в творчестве, желание накопить, собрать в себя как можно больше текстов, речей, монологов, идей, а потом отдать это все. В искусстве ты всегда жадный до того, чтобы делиться. Если нечем, тогда ты ноль, пустышка без энергии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!